Хорошо, хорошо. Давайте мы будем продолжать. Есть ли какие-нибудь вопросы после перерыва? Появились ли они у вас? Ладно, давайте дочитаем то, что мы не дочитали даже, первую главу. Такой приблизительный был рассказ Продик. Да, снова Продик. Распитание Геракла Доброведеля. Но он разукрасил эти мысли еще более обычными словами, чем я теперь. Во всяком случае, Аристип тебе следует принять этого внимания и стараться сколько дней будет заботиться и о том, что пригодится в жизни на будущее время. Да, смотрите, у нас снова нет реакции Аристипа, снова нет реакции того, ради кого этот разговор затевался. У нас есть повод немножко другой обсудить, хотя мы уже серьезно вошли в эту тему, обсудить сам факт того, что политика в широком смысле и общественная жизнь в целом зависит от той самой космической справедливости, от необоснованной веры в будущее. С одной стороны, у нас есть пример афинской чумы, когда эта вера разрушилась, вера в то, что если вы будете хорошо себя вести, боги вас не накажут, или что если вы будете хорошим гражданином или хорошим человеком, у вас все сложится. Как только началась афинская чума и стало понятно, что чума поражает всех без разбора, и абсолютно неважно, вы богатый или бедный, добрый или злой, вы есть шанс высокий довольно умереть, афинское общество начало разрушаться. Потому что естественной реакцией на осознание отсутствия космической справедливости является то, что называется порочностью, является выбор в пользу счастья здесь и сейчас, вместо выбора в пользу отложения счастья на будущее. И в этом смысле выбор в пользу счастья здесь и сейчас, выбор в пользу порочности, или того, что называют порочностью, заканчивается всегда для общества отрицательно, заканчивается гибелью. Никто не собирается работать на будущее, потому что знает, что этого будущего не существует, что оно никогда не наступит. И естественно, это ведет к тому, что всякая фабрика общественной жизни, а фабрику общественной жизни, естественно, в первую очередь составляют законы, божественные, а потом человеческие, перестает работать и перестает иметь какое-либо значение для... И тем самым, конечно же, как только она перестает иметь значение для людей, она разрушаясь вместе с собой, разрушает все государство целиком и всю общественную жизнь. Иными словами, общественная жизнь основана и зависит целиком и полностью от веры в космическую справедливость. Как бы эта вера в космическую справедливость не подкреплялась. Вы можете сказать, что люди могут сделать что-то для того, чтобы эта вера в космическую справедливость была более основанной, чем она обычно есть. В смысле создать в государстве социальные лифты, договориться о более справедливых законах или попытаться упрочить каким-то другим образом связи между людьми и всю фабрику общества целиком, материю общества целиком. Однако это не отменяет того факта, что основа коллективной жизни это чистая вера и что вместе с осознанием того, что это чистая вера в неправду, коллективная жизнь рушится, никак не меняется. Я бы как раз хотел, да, пока вы думаете, чтобы вы все постарались задать как можно больше вопросов на эту тему, потому что это как раз таки то, что связывает философию в широком смысле этого слова и политическую философию. Да, да. Космическая справедливость, я как понимаю, она проживает определенный общественный строй. Но этот общественный строй поддерживается, ты знаешь, потому что он позволяет стремиться к благу. А благо в понимании получается это достаток, это что-то материальное. Вы можете шире, нет, 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 вы можете сказать шире, даже Аристип стремится не к благу, а к счастью. Другое дело, что он видит счастье в телесных удовольствиях. То есть через благ. Да, хорошо, да, конечно, через блага, естественно. Можете сказать, я напоминаю вам, что Сократ говорит, что нет, нет безусловных благ, все блага только условные. То есть все блага являются благами только в каких-то условиях, в каких-то других условиях нет. А как мы уже условили, что счастье это связано с невоздержностью? Нет, смотрите, добродетель говорит, что счастье может быть связано с воздержностью и связано с воздержностью. Но два ее аргумента очень простые. Первый. Те же самые телесные удовольствия становятся сильнее, если до этого вы немножко пострадали. Второй. Без духовных удовольствия, высшетелесных, и духовное удовольствие заключается в тщеславии, грубо говоря, в тщеславии, которое вы испытываете, зная, что у вас есть посмертная слава, что вами гордятся друзья, что вами гордится отечество. То есть вы удовлетворены своей позицией человека, который делает все альтруистично. Может, это очень глупый вопрос. Я серьезно не знаю. В Древней Греции как вообще? Есть загробная жизнь? Нет, сейчас ты умираешь еще все? Нет, Аид. Но дело в том, что в Аиде плохо всем. Что это происходит? Это подземное царство, где бродят тени, бывшие когда-то людьми. А это же бог царства? Нет, но оно само по себе называется точно так же, как его. И кроме того, все? Все. Без исключения, да. И живут там абсолютно одинаковой жизнью без исключения. Да, сейчас. У нас есть пример. Это пример Ахилла из Гумера. Когда Одиссей попадает в Аид, проплывая мимо, он видит Ахилла и спрашивает у Ахилла, что как, бро? И Ахилл говорит ему буквально следующее. Лучше быть рабом там, чем царем здесь. Я бы все отдал, чтобы свалить. И это говорит Ахилл, который до этого говорил, что смерть это не проблема для него, для великого героя. В чем вообще смысл тогда всего, если в конце попадаешь в какой-то... Нет, космическая справедливость отвечает вам при жизни и отвечает вам после смерти, но восхвалением со стороны друзей, то есть славой. Друзья, отечество и боги вас поддерживают. А вы не поверите, если вы следуете Сократу, у вас нет другого выхода, кроме как начать подозревать, что идея космической справедливости, идея, на которой держится фабрика общества, это абсолютно неправильная, в смысле бесчеловечная идея. Что правильная жизнь, хорошая жизнь, не связана с городом, патриотизмом, страданием ради будущего, которое, возможно, не наступит никогда. Нет смысла работать здесь и сейчас, если вы знаете, что завтра, выходя из душа, вы подскользнетесь и разобьете себе голову. Шанс такой есть, и он выше, чем вам кажется. Да. Да. Вот вы сказали, что АИТ это то место, где люди страдают. Ну, там нехорошо. А там не круто. Если там нехорошо, значит, соответственно, они страдают. А когда они страдают, то целью из этого возникает счастье. То есть, они воздержат, учатся там воздерживать. Нет, 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 смотрите, они, конечно, страдают, но они уже ничему не учатся, потому что они ничего не могут сделать. То есть, смотрите, вы можете сказать, что страдание ведет к воздержанности, а воздержанность ведет к счастью, как обещает нам добродетель, в смысле, когда вы наконец-то попробуете на вкус тот сладкий персик, от которого вы воздерживались всё это время. Ну, в АИДе вы ничего не можете попробовать на вкус. А, то есть, счастье в конечном итоге это попробует персик. Она говорит, что это удовольствие, конечно, конечно. То есть, вы получаете больше удовольствия, пробуя персик, сначала долго воздерживаясь, чем если вы сразу его едите и много. Ну, счастье – это всё-таки удовольствие само телесное. И аристип согласен и выдвигает такую точку зрения, что счастье – это удовлетворение телесных потребностей, в смысле, невоздержанность. Она ведет к счастью. Эту же точку зрения разделяет и порочность, которая говорит, что если ты будешь делать, если ты пойдешь за мной, будут у тебя все эти телесные удовольствия, мои друзья зовут меня счастьем, мои враги зовут меня порочностью. Эту же точку зрения разделяет и добродетель, которая говорит, если ты пойдешь за мной, то страдания приносут тебе больше удовольствия от еды, сна, секса и отдыха, чем если бы ты просто это делал. А потом она добавляет ещё один тип аргумента – «духовные наслаждения», в кавычках. И будет, наверное, тщеславие. Да, да, так эти все духовные наслаждения подразумевают тщеславие, что вы рады тому, что вами восхищаются молодёжь, что вами гордятся Отечество и друзья, что вам благодарны боги и что вы можете периодически вспомнить в старости свои славные деяния. Ну, меня простите, но, получается, мы не знаем, что кто будет подействовать сейчас, и мы сейчас пытаемся перейти в воздух. Нет, нет, мы, конечно, не знаем. Нет, смотрите, уважение от восхищения молодёжи, уважение друзей от Отечества, оно выражается каким-то образом, то есть это не мысли, это слова и действия. Когда молодые люди вас уважают, вы можете это почувствовать. В смысле, они как-то к вам обращаются, они что-то вам говорят и что-то о вас говорят, а иногда они для вас даже что-то делают. Когда вами восхищаются друзья, они тоже ведут себя не так, как если бы они вас презирали. Когда вами восхищается Отечество, оно тоже ведёт себя не так, как если бы вы были преступником. То есть тут нет идеи о том, что есть какие-то мысли, которые мы не можем понять. Речь как раз о том, что тщеславие зависит от реакции, от действий или слов других людей. Это продик говорит всем. А Сократ и Аристип разыгрывают сценку ради обучения человека, который стремится к политическому, но при этом является невоздержанным. Иными словами, решающим аргументом в возвращении его на путь истинной к воздержанности должен быть следующий. Ты хочешь к политике? Так вот, у политика нет другого выбора, кроме как быть воздержанным. И это аргумент первой половины разговора. Но это, согласитесь, отрицательный аргумент. У тебя нет выбора. Дальше идёт разговор о продике. И идёт положительный аргумент. У тебя не просто нет выбора, но даже будет круто, если ты как политик будешь воздерживаться. В смысле, ты будешь любим Отечеством, богами, друзьями и молодёжью. Вот как выглядит этот аргумент снаружи по отношению к человеку, которого они пытаются спасти. Для нас с вами этот аргумент выглядит совершенно иначе, потому что мы с вами чуть более другая аудитория, чем та, на которую рассчитывают Сократ и Аристип в этом разговоре. В смысле, они рассчитывают и на вторую аудиторию, потому что это не разговор Сократа и Аристипа при одном человеке, а это разговор Сократа и Аристипа при целой группе людей, включая, видимо, других учеников. И другие ученики должны сделать не вывод о том, что надо стремиться к политическому, и политическое ведёт к счастью, а прямо противоположный вывод. Но не с выходом на вывод Аристипа о том, что единственный выбор, который вы можете в этом случае сделать, это полная аполитичность и гедонизм здесь и сейчас. То есть несколько целевых аудиторий дают воплощение нескольких целей разными средствами в одном и том же тексте, в одной и той же беседе Сократа и Аристипа. Мы с вами уловили два, их может быть больше, потому что мы знаем, что группа людей вокруг Сократа – это не только ученики, там могут быть и другие люди. То есть помимо того, кто невоздержан, там могут быть также агафос, воздержанные, которые не хотят лезть в политику, а могут быть также колосс, те, кто хочет пойти в политику. И могут быть подлинные ученики. Целевых аудиторий несколько и в соответствии с этими целевыми аудиториями мы видим, как работает текст. Не говоря уже про то, что все это текст внутри книжки, а значит книжку вообще в руки может взять любой. Поэтому внутри нее должно быть несколько сообщений одновременно. Хорошо. Еще какие-нибудь вопросы? Я все склоняю вас задать мне вопросы или услышать от вас какие-то реплики, уже связанные с темой, на которую мы вышли и которую сейчас закончим, а именно тема космической справедливости. Есть ли у вас какие-то возражения в этом концепте? Или вы все согласны с тем, что общество существует до тех пор, пока тотальное большинство этого общества верит, что завтра будет лучше, чем сегодня? В смысле, что страдания сегодня ведут так или иначе к награде завтра. И что бы ни случилось, все к лучшему. Я рассказываю, что это не верно, но есть просто какой-то середины, как бы, нервный путь такой, когда ты понимаешь, что у них все будет лучше, но гидонизм тебя тоже не позволяет не устраивать. Мы все равно между не знаем и вот просто спускаться до переедания, пересыпания и так далее, ты не собираешься делать, даже если неизвестно, что происходит. Ну, наверное, да. А какая тогда мотивация? Потому что это плохо? В смысле, потому что другие вам всю жизнь говорили, что это плохо? Да нет, просто не хочется. А почему не хочется? Потому что... Нет, смотрите, я ищу мотивацию и вижу только одну. Потому что всю жизнь нам говорили, что это плохо. В смысле, что к этому не надо идти. Ну, хорошо, с перееданием, допустим, а с пересном вам плохо от пересна? Ужасно просто. Ужасно? Да. Хорошо, это физиологическое. А от отсутствия труда вам же не плохо, я надеюсь? Да, что по трудам... Когда вы прилагаете усилия и вам тяжело... Нет, 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 от отсутствия труда. Не от присутствия, а от отсутствия труда вам же не бывает плохо? Когда больничная очень плохо, когда ничего не делала. Нет, ну, вы же болеете в этот момент. В смысле, вам не может быть хорошо по определению? Ну, бывает, нет, работать в какой-то период кружаше. Деградация плохо, я с чем лучше работать. Лучше работать. То есть вы как раз представляете... Хорошо. Политический элемент в нашем коллективе. Хорошо. У вас было какое-то замечание? А, нет, нет. Хорошо. Еще у кого-нибудь какие-нибудь замечания, помимо того, что вы довольны трудом и, значит, не можете без труда? Я никогда не понимал, почему после, когда великого времени, великого мира, нас стало сурово, это при любови. Представляете, что это какой-то откат мысли? А сейчас я начинаю понимать, что это как бы логическое продолжение. Появление христианства, победа, получается, воздержанности над невоздержанностью. Вы можете так сказать, но тогда вы проявляете радикальную, очень неумеренную позицию, абсолютно нишанскую позицию о том, что христианство – это платонизм для масс. И тогда, да, у вас получается хорошая стройная история, да. Не, ну, можно сказать, что вот эта вот идея христианства – это логическое продолжение возбуждения его? Можно сказать, что они входят в друг друга, да, причем не этих философов, а только Сократа, в смысле сократизма, да, да, вы можете так пытаться сказать. У вас есть мощный союзник Фридрих Вильгельм Ницше, огромный авторитет, да. Хорошо, еще какие-нибудь вопросы? Да. Так она говорит, да, а потом сбивается на то, что как бы эта посмертная слава не ее, а все-таки ваша. Потому что если посмертная слава только ее, то у вас только одна причина быть добродетельным – это телесное удовольствие после страдания. На самом деле, может быть, я что-то упустила, я не настаиваю, но есть же, на самом деле, более удачный аргумент, наоборот, если вы добродетелем, а добродетельность – это деятельность для других, то совершенно ощутимо, что если вы единственные добродетели в государстве, то у вас большие проблемы, потому что для себя вы не оставляете ничего, а все остальные думают только о себе. Но в том случае, если добродетелями являются все граждане государства или какая-то значимая часть, то, соответственно, они будут работать на вас в той же степени, в которой вы будете работать на них. Хороший-хороший-хороший аргумент, спасибо. Я вас прерывал, извините. Нет, это все? Это очень хороший аргумент, это аргумент бурящего буквально. Но классическая проблема выглядит следующим образом тогда – все работают на других, никто не работает на себя. Знают ли другие, что лучше для вас, лучше, чем вы? Не умереть с голоду очевидно, это общее такое дело. Да, это даже животные знают. А мы говорим про более серьезные вещи, не про то, как не умереть с голоду, а про то, какая жизнь хорошая. Знают ли другие, лучше вас, какая для вас жизнь хорошая? А вы сами знаете, какая для вас жизнь хорошая? Философия подразумевает, что именно этим вопросом и этим ответом мы должны задаваться. Хорошая жизнь для всех одна, если философия занимается этим вопросом? Хорошая жизнь явно не может быть для всех одна. Значит, как философия может заниматься этим вопросом? Если это не универсальная категория? В смысле? Но если хорошая жизнь… Не бывает универсальных ответов, мы в классике. Не бывает. Они только партикулярные. В смысле, они зависящие от конкретного человека, от конкретных обстоятельств. Универсальные вопросы возможны, универсальных ответов не бывает. Мы сейчас учимся, мы страдаем, удовольствие получаем или... Нет, вы когда учитесь, вы действуете, этот труд вы страдаете. Даже Аристотель с этим согласен. Только если он здесь сидит и при этом ничего не делает, тогда он получает удовольствие. Да, хорошее замечание. Кто из вас получает удовольствие, давайте. То есть вы ничего не делаете? Нет, не обознаю сложно. Да, да, да. Сейчас. Прочайный случай, который встречается у Сократа, и космическая справедливость как-то соотносится? Да, мы можем сказать, есть соотношение. Оно будет заключаться в том, что боги, отвечающие за космическую справедливость, каким-то образом отвечают и за случай. То есть, контролируя богов, вы можете контролировать случай. Отсюда страшнейшая набожность у тех, кто случаю подвержен больше всего. Солдаты, крестьяне и, естественно, старики. Теперь по поводу удовольствия и неудовольствия. Труд предполагает серьезное усилие. Труд предполагает усталость. Труд предполагает преодоление. Если, сидя здесь, вы просто получаете удовольствие от того, что слышите, себя, других, всех остальных, то нет разницы, как если бы вы слушали песню и получали удовольствие от песни. Здесь интеллектуальное удовольствие. Труд предполагает более… Труд предполагает структуру понимания. Это совсем другое, чем песня. И если, понимаете, работа – это трата ресурса. Ты тратишь ресурс, но одновременно ты как бы и отстаешь, но и его потенциал используешь. Это не то, о чем вы говорите. Либо свидание, либо удовольствие. Мне не нравится это. Хорошо. Давайте мы… Да. Да, просто у меня вопрос, когда мы говорим о том, что даже интеллектуальные тут есть вещи, в общем-то, не очень хорошие. Славится на Аристоте. То же самое Аристоте начинает педофизику с того, что говорит, что я не очень недостаток помню. Но все живое. Вы, кстати, извините, я вас предупредил. Вы меня в прошлый раз обманули. В позапрошлый раз. Не Камахова этика начинается с утверждения того, что этика – это политика, а большая этика. Значит, в ответ на ваш вопрос, на который я вас прервал и уже не могу остановиться, потому что я отвратительный. Все довольно просто. Метафизика предназначена для философов. Когда Аристотель говорит, что люди являются противниками обучения, в смысле учиться тяжело, он говорит про большинство. То есть он прямо там прямым текстом говорит про Калакагатию. И мы дойдем, вот здесь Сократ в четвертой книге будет говорить о том, что приличному человеку, нормальному человеку, в смысле настоящему мужчине, гражданину-защитнику отечества, не надо знать астрономию, не надо знать физику и не надо знать математику больше, чем на уровне третьего класса. Вот как только он пытается познать их дальше, так сразу он удаляется от нормального Каласа Кагатаса. Хорошо. Можно еще внести ребят? Я думаю, что следует разделить труд на интеллектуальном, физическом. В физическом как раз таки мы страдаем, но не получаем наслаждения. Когда вам в школе задавали домашнее задание по математике, вы не хотели его делать. Это что получается? Вы добровольно себе отказывали в умственном удовольствии? Нет, вы не хотели страдать. Потому что труд, даже интеллектуальный, предполагает это страдание. То есть, когда нам задается какую-нибудь курсовую по философии, на которой мы разбираемся хорошо и нам прям хочется написать. Продовременный труд на ней. Ага. Может быть. Ага. Да, да, да. Но смотрите внимательно. Если вам задают задание, которое вам не нравится, например, не курсовую по философии, по теме, которая вас устраивает, а домашнее задание по математике. И то интеллектуальный труд, и это интеллектуальный труд. Но этот интеллектуальный труд отвратителен, от него вы устаете, он вам ненавистен. А тот приносит удовольствие. Следовательно, дело не в самом труде, а в каком-то его компоненте, который приносит вам удовольствие. Сам труд все еще остается отвратительным, от которого вы устаете. Но что-то другое доставляет вам во время этого труда удовольствие. Если бы все было так, как вы говорите, любой интеллектуальный труд приносил бы вам удовольствие. — А бег — это труд или логичный удовольствие? — Хороший вопрос. Но вообще да, это труд. Это должен быть труд. Вы же устаете после бега? — А зачем люди являются патриотами в большинстве своем? — Можно? — Да, вот Софья Алексеевна вспомнила, что она хотела спросить. — Я вспомнила, что добродетели, допустим, из ее аргументов было то, что ты умножь, а потомки будут славить тебя. — Славить, да, и все такое. Но есть люди, которые, в принципе, входили в устое насчет именно своей порочности. И они, допустим, не были добродетельными, но они все равно были прославлены. — Два момента. Первое — те люди, которые запомнились злодеяниями, их не славят. Их помнят, но их не славят. Это две разные вещи. А теперь второе — есть люди, которые совершили множество злодеяний, но они прославляемы. В смысле есть убийцы, которыми до сих... Вы выходите на Красную площадь, а там стоит гигантский памятник какому-то мужику на коне. Вот он столько людей поубивал, этот мужик на коне. А что ни день, то праздник этого мужика на коне. И каждый раз мы вспоминаем, блин, какой был мужик с конем, какие у коня... А теперь смотрите, от чего это зависит. Этот мужик на коне, который поубивал кучу нацистов, зовут его Жуков. А это значит, что он поубивал их не просто потому, что ему хотелось убивать, а ради нашего сообщества. Мы славим ему, потому что он делал свое деяние ради города. Значит, он покорительный, короче. То есть... Нет, смотрите, идея патриотизма до идеи ужасов войны, в смысле необходимости творить несправедливости на войне и того, что называется порочностью на войне, мы дойдем потом. Но вернитесь назад и вспомните, что стратег должен быть воздержанным хотя бы в вопросах еды, питья и сна. То есть, получается, он получал удовольствие, который убивал этих людей, но... Он получал удовольствие, конечно. При этом его считают и пройдите. А как человек может получать удовольствие? Смотрите, мы возвращаемся обратно. Он получал удовольствие, в смысле он был патриотом и потому делал все ради города и своих людей, и своих друзей, своей семьи и своих друзей. А значит, он рассчитывал на то, что молодежь будет его славить, что о нем будут помнить. И смотрите-ка, памятник стоит. То есть, он же себя никак не сдерживал, он не сдерживал? Не-не-не, но как это не сдерживал? Лежал в окопах, голодал вместе с окруженными городами, не давал себе спать, чтобы, не дай бог, не проспать атаку. Ну, конечно, он был воздержан. Другое дело, что… Ну, допустим, именно вот солдат, допустим, он убивал других… Нет, все то же самое здесь. Он делал это ради защиты политического сообщества, следуя воздержанию и по приказу. Солдат не ел все подряд. Он не мог грабить, в смысле, хороший солдат, да? Он не мог, образцовый солдат, он не мог грабить. Он должен был вставать по приказу и ложиться по приказу. И в этом смысле это полностью укладывается в ту картину, которую мы рисуем. Мы пришли к тому поводу, что вот эта добродетельность, она становится относительным феномимом категорий. Потому что, с одной стороны, для одних это зло, а для других это добродетельно. А в том-то и дело, что добродетель как раз пытается убедить вас, что она существует только в глазах других. И, значит, она целиком зависит от глаз других. А, значит, вы должны поступать во имя других. Это же воздержанность. Она, допустим, абсолютно. То есть, человека можно считать воздержанным, если он воздержан поэтому, этому, 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 ну, значит, он воздержан. А если хотя бы один из клубов не подходит, то все, человек не воздержан. А в том-то и дело, у нас ведь не один список в воздержанности. У нас их три. Поэтому, например, стратег должен быть воздержан в еде, пике и сне. А, например в сексе он может быть… У 내려ших неженого человека? И этого достаточно для того, чтобы быть хорошим стратегом. А хорошим человеком нужно, чтобы все какие то... Смотрите, а хорошим человеком таким образом не может быть даже Сократ, потому что при перечислении его пунктов воздержанности нет вина. Он пьет и не пьянеет, а значит может быть не воздержан. И знания. Все, видите, все несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. Про беды страдания не было, а про 50-6, не про 50-6. Еще разочек. Мы бежим, мы страдаем, зачем мы забежим. Зачем мы тогда бежим? Хороший вопрос. Подойдите к бегунам и спросите. Если это олимпийский бегун, это тщеславие, хорошо. А если это девушка, которая бегает по утрам, зачем она это делает? Чтобы быть красивой? Чтобы быть стройной? Мальчик, чтобы не быть толстым. То есть, чтобы быть красивым и стройным. Услышим ли мы такой аргумент при проведении соцопроса? Да. Конечно, услышим. Это тщеславие. Да. Услышим ли мы аргумент, чтобы быть здоровым? Да. Да. Это удовольствие, постигаемое после страдания, о котором говорит добродетель. Для того, чтобы выучить. То же самое. А какой аргумент мы услышим, который не укладывается в описанную картину? Ради самого бега. Ради самого бега? Процесса. Процесса. Я не знаю, слышим. Я тоже. Но даже за этой очень туманной формулировкой лежит какое-то отношение к удовольствию и страданию. Понимаете? У меня сегодня хотелось бы... Я каждый раз не хотела идти, но когда я ходила, я была добровольна. Понимаете? Это одновременно два вектора. Вы с ними уже хватите. Не всегда есть человек. Понимаете? Нет, нет, нет. Так никаких проблем с этим нет. Вам это добродетели объясняют. Вы сейчас страдаете, чтобы потом было хорошо. Вы сейчас трудитесь, чтобы потом сладко спать. Путь добродетели предполагает некоторые вещи, что вы своёте хорошим человеком и являетесь таковым. Что подразумевается под хорошим человеком, мы понимаем, исходя из идеи о том, что добродетель есть результат политического сообщества или конвенции по поводу политического сообщества. Вы делаете что-то, чтобы потом получать награды. Награды, может быть, как физическое, в смысле после бега, и даже во время бега, вы чувствуете себя хорошо. А может быть, духовное. После десяти пробежек или после первой пробежки вы рассчитываете, что сбросите пару килограмм. В смысле, вы рассчитываете, что станете привлекательней, здоровее, красивее и так далее. Давайте по-другому. Если мы откроем Гопса, Дечиви, например, мы услышим следующую формулировку. Всякое действие определяется двумя мотивами. Страхом и надеждой. То есть желанием избежать худшего и достичь лучшего. Что под этим понимается, абсолютно не имеет никакого значения. Когда вы встаете с дивана за хлопьями, вы делаете выбор в пользу лучшего. И когда не встаете с дивана за хлопьями, делаете выбор в пользу лучшего. Другое дело, что, как и всегда, если вы остаетесь частью нормального политического сообщества, это сообщество определяет, что для вас лучшее, а что худшее. Но смотрите. Это сообщество говорит вам, что вы должны быть продуктивным членом общества. Что у вас должны быть дети, семья. что вы должны быть богаты. Это сообщество говорит вам, что настоящий мужик – это тот, кто служил. Что настоящий мужчина – это тот, кто держит свое слово, повинуется закону. Это сообщество говорит вам, что вы должны быть здоровы, потому что оно заинтересовано в здоровых членах общества. Когда мама не пускает вас на улицу, потому что вы не одели шапку. Это же не ее личная забота. Это отражение ценности, согласно которому здоровый член общества, в смысле продуктивный член общества, здоров. Чтобы быть продуктивным, вы должны постоянно быть способным работать, а для этого вы должны быть здоровым. Смотрите, она думает, что хочет. Но она думает, что хочет, потому что таково давление политического сообщества на неё. Но это ценность. Это привитая ей ценность. Но это ценность не её ценность. Она переоценку не совершала. За неё кто-то совершил переоценку. И для этого, вы не поверите, есть ведь все инструменты у государства в руках. Телевидение, масс-медиа, школа. А если вы делаете то, что не считается ценным, это называется преступление. А если делаете что-то для себя, это называется асоциальный элемент. Наоборот, так общество 100% заинтересовано в этом. Не рожать детей. Это ещё не преступление, но давление, на которое вас оказывается за... Давайте, я же сказал, преступление или социальный сбой. Это да. У вас был какой-то вопрос. То есть общество либо считает вас асоциальным элементом, либо считает вас преступником. То, что некоторые асоциальные действия ещё не названы преступлениями, это как бы спасибо обществу. Хорошо. Ещё какие-нибудь замечания у вас есть? Давайте, давайте дальше тогда. Хорошо, ко второй главе перейдём. Итак, мы переходим ко второй главе и начинается новая тема. Главы 2 и 3 – это тема, касающаяся родственников. Главы 4 и 10 – это тема, касающаяся друзей. Всё это тема, связанная с неполитическим. Это Сократ и неполитическое сообщество. В смысле, и люди, жаждущие блага, а не жаждущие прекрасного. И не ученики. Прочтите название главы, чтобы мы, как это сказать, потанцевали на могиле переводчика. Разговор с вам прохвом о признательности к родителям. Естественно. Если вы прочли эту главу, вы знаете, что никакого разговора о признательности к родителям в ней нет. В нём есть разговор о признательности к матери. Это очень важное замечание. Особенно, если мы помним, что Сократ опровергает отцовский авторитет. Если Сократ опровергает отцовский авторитет, и Сократ является отцом, не опровергает ли Сократ собственный авторитет? В смысле, в глазах своего сына не должен ли Сократ, делая его философом, сделать его ненавистником или противником собственного отца? Очевидно, да. Но Сократу повезло. Его сын не предрасположен к философии. Поэтому только отсюда мы узнаём, как зовут его сына. Платон даже не упоминает имени, когда говорит. На суде Сократ говорит, у меня есть трое сыновей, и всё. И ни одного имени нет. Сократ, заметив однажды, что его старший сын Лампроков, сердится на мать, спасил её. Скажи мне, сынок, знаешь ли ты, что некоторых людей называют неблагодарными? Конечно, отвечал молодой человек. Так заметил ли ты, за какие поступки людям дают это название? Да, отвечал он. Кто получил благодеяние и может платить за него благодарностью, но не платит, так называют неблагодарными. Итак, есть плохие люди, они называются неблагодарными. Быть неблагодарным значит не ответить благодарностью, не ответить чем-то, не ответить любезностью на любезность. Значит, по-двоему неблагодарность причисляют несправедливым. Да, отвечал он. Не ответить любезностью на любезность значит проявить несправедливость, потому что справедливость — это контракт, который мы исполняем в данном конкретном случае. Так Сократ наводит своего сына на самое страшное преступление — на несправедливость. Задавал ли ты себе, когда такой вопрос, как продажа друзей в рабство, считается делом несправедливым, а врагу справедливым? Так ли неблагодарность друзьям — дело несправедливое, а врагам справедливое? Конечно, он задавал причем. И мне кажется, даже кто получит благодеяние от друга или от врага, не старается платить благодарности. Тот человек несправедливый. Смотрите, Лампрокл не просто, в отличие от будущих собеседников Сократа, которые жаждут прекрасного, задавался вопросами серьезными, он еще и на них отвечал. И, в отличие от нормального человека, он отвечает не зло врагам, добро друзьям, он отвечает благодарность всем. Отвечает практически в сократовском духе. Если ваш враг сделал вам что-то хорошее, вы должны отплатить ему тем же. Это очень важное замечание, потому что если бы он согласился с Сократом, а именно, что добро друзьям, зло врагам, и значит, за благодеяние друзьям мы должны отвечать благодеянием, а за благодеяние врагам надо отвечать вредом, то тогда он бы пришел к замечательному выводу. Если его мать его враг, нет никаких проблем, чтобы отвечать ей за благодеяние вредом. Но он уже сделал свой выбор, когда сказал, что даже врагам нужно отвечать благодарностью. То, кто делает благодеяние, считается врагом? Нет. Нет, смотрите. Тот, кто делает благодеяние, может быть другом и врагом. Да. Поэтому тот, кто делает благодеяние, не может благодаря благодеянию считаться другом или врагом. А тот, кто может считаться другом? Короткий ответ на этот вопрос. Вариант А. Тот, на кого указывает наше политическое сообщество, как на врага. Вариант Б. Тот, кто противостоит нашему политическому сообществу изнутри, объявляя себя его врагом. Если общество объявляет человека в огонь, то мы, делая добро этому человеку, как был ответ на его добро, мы автоматически становимся вознанием его. Именно поэтому эта глава посвящена, эта книга целиком посвящена неполитическим товарищам Сократовым. Они аполитичны. Именно поэтому Лампрокол не может ответить так, как вы хотите. И я уже объяснил, почему. Потому что если он ответит так, как вы хотите, получится, что он может быть неблагодарным по отношению к собственной матери, не будучи несправедливым, если он объявит ее своим врагом. А если это так, то неблагодарность будет, так сказать, несправедливостью без всякой примеси. Лампрокол согласился. Заметьте, нет ответа Лампрокола, есть только общее замечание. Какая аргументация привела его к этому согласию, мы не знаем. В таком случае человек будет тем более несправедлив. Чем больше благодеяния он получил и не платит за них благодарность. Антолок Лампрокол согласился и сэр. Мы снова не знаем, как это случилось. Так кто же и от кого, продолжал Сократ, получает больше благодеяния, как не дети, а от родителей. Им, не бывшие прежде родители, дали бытие, дали им возможность увидеть, сколько приколорастового, а столько прекрасного и сделали их причастными в стольких благ. Заметьте разницу, первое, между благами и прекрасным, агафос и колосс. И второе, заметьте, что прекрасное связано со зрением. Прекрасное, в смысле кажущее все прекрасным, в смысле выглядящее прекрасным. Всего того, что Боги предоставляют людям. Эти блага, кажется, нам дороже всего на свете. До такой степени, что мы все больше всего боимся расстаться с ними. Да и государством наказания на самые тяжкие преступления назначили смертную праздник. Руководствуясь тем, что нет страшнее зла, за которое могло бы удержать людей от преступлений. Итак, нет страшнее зла, чем смерть. Поэтому жизнь есть величайшее благо. И мы тут же создаемся вопросом, о котором мы уже говорили. Действительно ли, если неблагодарность – это высший вид несправедливости, а высший вид несправедливости – это то, что влечет за собой наказанием в высшем виде, то есть смертную казнь. Действительно ли политическое сообщество призывает быть благодарным к врагам? Никогда. Политическое сообщество ни при каких основаниях не призывает быть благодарным к врагам. Народ, который для нас вчера что-то сделал, сегодня может быть народом, который мы должны истребить целиком и полностью. Без ответа. Конечно, ты далек от мысли, что люди производят детей ради любовных осложнений. И смотрите, и конечно же ты далек от мысли. То есть Сократ не спрашивает у Лампрокла, далек ли он от этой мысли. Сократ утверждает, что Лампрокл далек от этой мысли. У Лампрокла уже не может быть, смотрите, так как Лампрокл согласился с тем, что врагам надо также отплачивать благодарность. У него уже нет никаких аргументов. Но у него может быть аргумент, интереснейший аргумент, который Сократ должен прорезать еще до его появления. Давайте еще разочек. И конечно же... Конечно же ты далек от мысли, что люди производят детей ради любовных осложнений. Да. Если люди производят детей из стремления к любовным наслаждениям, это значит, что никакого намеренного блага они не делают своим детям. В смысле дети не появляются как результат решения. Нет решения сделать благо Лампроклу, ну собственно родив его на свет, до того, как о беременности узнают. В смысле вы не придумываете имя своему ребенку и не начинаете относиться к нему как к живому человеку до зачатия. И это большая проблема, которую Сократ должен разрешить. Если люди эротичны или сексуальны по своей природе, то производство детей является лишь побочным выхлопом этой самой сексуальности и эротичности. А значит родители не дают детям никакого блага осознанно. А значит они не являются благодетелями собственных детей. Так как Сократ говорит о детях, очевидно, он ничего не говорит о мужчинах. Мужчины не лжают детей. Второе. Вспомните, что Сократ принимает точку зрения Полиса и выступает против педерастей. Философия против педерастей, не за. Да, но в то же время он говорит о воздержанности. То есть мы можем, то есть, ну как я понимаю... Ну нет, смотрите, воздержанность как раз и заключается в том, чтобы воздерживаться от секса с мальчиками. А? Нет, потому что секс с женщиной с точки зрения политического сообщества делает мужчину лучше. Он делает его полипатриотичным. Да. Производит детей. Да. Он намеренно делает этих детей. Нет. Как-то нет. И ему же нужно... Хорошо, хорошо. Нет, нет, нет. Он не хочет сделать благо Полису. Он, делая благо себе, становится более... Хотя да, если он патриот с самого начала. Но снова, но снова. Мы возвращаемся снова к проблеме. Знаете ли вы, как зовут вашего ребенка до акта соития? Нет, но я могу предполагать. Нет, нет, нет. Смотрите, а почему вы даже не можете предполагать, как его зовут? Ну так я не выбираю имя своего ребенка. Нет, нет, нет. Ну, патриот. Патриот. Вот. А потому что вы не можете знать, это будет мальчик или девочка. Иными словами, вы не можете сознательно принять на себя действие рождения ребенка. Оно только нет. Протива Саши. Ее. Да, да, да. Вы можете найти выход, конечно. Конечно. А Сократ как раз-таки говорит прямо противоположно. Он говорит, не, 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 не. Никакой сексуальной страсти к женщине нет. То есть он поддерживает вашу точку зрения. Сексуальная страсть, она только к мужчине. А к женщине только идея блага для ребенка. В смысле появления ребенка. Ну да. Да. Именно в этом Сократ и пытается убедить вам Трокло. Смотрите, какая большая разница между его позицией к сыну и позицией философской. Итак, давайте посмотрим, что же он на самом деле говорит. Производить детей ради любовного наслаждения тем, что может избавить человека от этой страсти. Полны улиц, полны публичные дома. Как всем известно, мы и то еще принимаем соображения, от каких женщин могут родиться у нас самые лучшие дети. С этими женщинами мы вступаем в союз для рождения детей. Он, конечно, не совсем так говорит. Сократ говорит, что люди сходятся с женщинами ради создания семьи. Это не то же самое, что сходиться с женщиной ради рождения детей. И это мужчина содержит женщину. Вот видите, это доказательство того, что они сходятся не ради рождения, а ради создания семьи. Потому что если бы они сходились ради рождения, не было бы никакого смысла содержать женщину вне периода, собственно, беременности и рождения ребенка. Но опять же, если по публичным домам говорить, но там сходятся с женщиной, не для того, чтобы создать семью. Да, 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 да. Именно поэтому Сократ говорит, что если бы дело было только в похоти, мы бы никаких семей не создавали, а шлялись бы по публичным домам. Но дело в создании ребенка, говорит он. А потом спотыкается. Если дело только в создании ребенка, нет смысла содержать женщину дольше срока производства этого самого ребенка. Поэтому оказывается, что мы сходимся с женщиной не для создания ребенка, мы сходимся с женщиной для создания семьи. Это нечто более широкое, чем создание ребенка. Женщину, которая будет в союзе, с ним рожать детей и для будущих детей заранее готовить все, что, по его мнению, пригодится им в жизни. И при том, возможно, в большем количестве. Да, и теперь вопрос. Смотрите, понятно, что мать вкладывает в рождение ребенка, дает ему великое благо, терпит страдания и так далее, и так далее, и так далее. Чем занят отец? Нет, смотрите, Сократ описывает, простите еще раз. И для будущих детей заранее готовится то, что, по его мнению, пригодится им в жизни, и при том, возможно, больше количества. Что делает отец? Отец накапливает богатство или ресурсы, назовите это как хотите. А теперь вспомните, вернитесь назад и вспомните, кто это говорит своему сыну. Да? Вот это образцовый отец номер один. То есть сам факт, что Сократ это говорит, означает, что Сократ этому не следует. И значит, что логика Сократа на самом деле опровергает сама себя. И в этом смысле, если бы Лампрокол был бы предназначен к занятию философией, он бы понял эту логическую ошибку, он бы увидел это противоречие. И тогда у него возникли бы более серьезные вопросы, которые должны возникнуть у нас. Если Сократ не занимается поиском богатства для своей семьи, значит, он создавал семью не для того, чтобы иметь детей. Он создавал семью для того, чтобы удовлетворять похоть? Давайте ваш вопрос. А с другой стороны, в другом диалоге он говорит, что сыновья не несут ответственности за своих отцов. А в другом это в каком? Ну я уже точно не помню, какой диалог. Но он же крутился. Платоновский? Ксенофонтовский? Нет, нет, именно ксенофонтовский. Ксенофонтовский? А где он говорит, что сын-то не виноват в стране? Давайте я попытаюсь, я попытаюсь начнуть отнять. Смотрите, даже плохому отцу вы должны быть благодарны. По одной простой причине, он дал вам величайшее благо жизни. Поэтому сын не несет ответственности за то, что делает отец, но сын не может отречься от отца. Это будет величайшая неблагодарность. В смысле, если ваш отец злодей, даже самый отъявленный, даже Адольф Алейзович, вы все равно не можете сказать ему нет. По этой логике. То есть даже если ваш отец Сократ, вы все равно не можете сказать ему нет. Но только при условии того, что он реально думал зачать вас, когда сходился со своей женой. Если Сократ ничего не делал для своего ребенка, а у него их целых три, разговор-то идет только со старшим. Зачем он сходился со своей женой? А мне, кстати, кажется, что когда Сократ говорит о том, чтобы устраиваться лучше для ребенка, он надможно не ездит у мать. Тогда как бы нет, без его речи. При этом, смотрите, при этом мужчина содержит женщину и для будущих детей готовит все. Нет, он имеет в виду именно мужчину. Но они же как-то живут, честно, я не взялась. В смысле? Они живут катастрофически бедно, потому что он ничего не делает. Да, но все-таки они живут. То есть мне что-то едет, мне что-то бьет. Но, смотрите, так как об этом не упоминается, это абсолютно релевантно для дискурса. Может быть, он считает, что и раз, то есть при минимальном. Но ведь он, смотрите, считать-то он может все, что угодно, но аргумент-то такой. Готовит все, что пригодится им в жизни и в, возможно, большем количестве. Так он же учит сына благодарности матери, а себя как... Нет, смотрите, смотрите, вот это он не... Да, хорошее замечание. Он учит сына благодарности только матери, да? Да. Не включая отца. То есть может он будет как выехать? То есть он рассчитывает, что неблагодарность его сына перейдет с матери на него самого. Или не рассчитывает на это. Мне кажется, что он рассчитывает, что сын не заметит этого, да? Мы заметим, и мы зададимся вопросом. И вот мы задаемся вопросом. Если Сократ сходится в браке не для того, чтобы производить детей, это очевидно, они ему не нужны, они абсолютно отвратительные, они неудача. В смысле, из них не появится философ, как мы очевидно знаем и как очевидно знает он. Зачем он сходится в браке? По одному. Давайте с вас, Никита Анатольевич, начнем. Потому что если он не будет в браке, на него будут косо посматривать. Ну, по той же причине, по которой если у него не будет детей, на него будут косо посматривать. Бездетный мужчина – это очень странная ситуация. То есть как вы говорите, что в каком-то смысле Сократ мимикрирует или подчиняется политическому сообществу. Возможно, кажется, с ними не просто. Ну, нет, почему? Он не семьянин, как бы дети есть, жена есть, хозяйство есть. Да, давайте. Сейчас я сейчас София Алексеевна. Ну, он же не знал, что они получат их. Смотрите, смотрите, именно поэтому философ не делает своих детей, он ищет чужих, которые уже удачные. Нет смысла делать своих. Нет смысла играть в эту рулетку, если вы можете уже сразу найти выигрышный билет. Алкивиа, Критий, Платон. Давайте. А у ребенка нет никакого выхода. Если он не будет почитать отцов, он будет развращен. И смотрите, вы говорите, зачем он родился ребенка? Он изменился философом? Нет, зачем он женился, если не с целью заводить детей? Вот что я спрашиваю. С целью была завести ребенка. Но может быть, чтобы этот ребенок был не политическим человеком, а человеком философом? Смотрите, мы возвращаемся к аргументу Софии Алексеевны. Невозможно узнать так, как предрасположенность и естественные дарования не могут быть определены заранее, а могут быть определены только по факту. Нет особого смысла играть в лотерею, если вы уже видите, кто выиграл. А почему мне их стремительно поставить? Вы родились поставить. Ну хорошо, одного, а трех зачем? И потом... Мы же там говорим, кстати, по-моему, в четверке, он говорит о том, что когда рождаются талантливым, и рождаются не талантливым. Да. Нет, 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 мы до этого никогда не дойдем, но вы увидите. Он делит людей на три категории и говорит, есть категория номер один, мимо которой я должен проходить вообще ни о чем не думая. Есть категория номер два, которая меня не интересует абсолютно, потому что они ничего не могут. Есть категория номер три, это талантливые и желающие учиться. Да, у вас был вопрос. А, да, я просто хотел сказать, что я все равно считаю, что так как Сократ учится только... То есть я не понимаю, какие негативные следствия будут из-за того, что сын будет Сократу неблагодарен. Мне кажется, ему это и будет дело прекрасно. Нет, Сократу нет дела, он учит благодарность именно матери. Да. Но мы с вами пользуемся моментом и пользуемся предлогом для того, чтобы задать более серьезный вопрос. Понятно, что Сократ учит только неблагодарность отца. Зачем Сократ стал отцом сам? Мне кажется, не ради полиса, иначе. А зачем он жертву приносил? Не молчать. Вот. Зачем он жертву приносил? Хороший вопрос. Какой ответ быстрый? Мимикрия под политическое сообщество. И Никита Андреевич нам говорит, что заведение семьи и рождение детей – это мимикрия философа под политику. Да, но не получается. Ведь если полис считает, что нужно кровать детей, значит, какой второй логический шаг? Это значит, не нужно как-то их обеспечить. Нет, да, да, да. Но вот он как-то их обеспечивает. Да, смотрите, когда Сократ в апологии уходит умирать, он говорит ведь следующее. О моих детях я не позабочусь, о моих детях позаботятся сограждане. Мы уже с вами говорили, почему у гражданина должен быть сын. Потому что кто-то должен встать на его место в строю. Поэтому рождение ребенка, особенно мальчика, это, конечно, политический акт. В первую очередь политический акт. И значит, свадьба, которую, как вы теперь знаете, регламентирует именно государство, это тоже политический акт. Потому что она ведет к тому, чего хочет политическое сообщество. Хорошо, Даня. То есть, если это, так скажем, некий элемент воздержанности, но в том плане, что если мы говорим о гомосексуализме, то... Ну, о педилостии. Гомосексуализм это все-таки, да. Ну, о педилостии, что у философика есть с этим проблемы, а вот женщины... Ну, а смотрите, Сократ ведь прямо говорит, проститутки. Проститутки, гетеры и никаких детей. Ну, вы далеко заходите до вреда здоровью, да. Аксентипы уважали? Гетер... Гетер... А, дети? Чьи дети? А, к Сантипу? Ну, так вот, ее сын ее не уважает, это большая проблема. Ну, в смысле, у нее абсолютно невозможный характер. Вы помните аргументацию Сократа, когда его спросили, да, почему именно она? Помните? Аргументация буквально следующая. Я думал, говорит Сократ, что человек, который умеет объездить самую строптивую лошадь, может объездить любую. Следовательно, говорит Сократ, я думал, что если я смогу вытерпеть это, я смогу вытерпеть все, что угодно, да. То есть он пытается нам сказать, что он выбрал ее намеренно. А, ну так вот, поэтому... Не-не-не, но вы же понимаете, что это шутка. Ну, Сократ, он был прям совсем сразу, что сказать, какие-то, ну, как все вышли замуж, а потом... Нет, это Греция. Мужчина женится в серьезном возрасте. Это жена его маленькая девочка. Ему где-то 30 и больше, а в идеале 32 акме, а ей 14 и меньше. Акме уже на 7 лет, я помню. Не буду с вами спорить, я не помню. Да, но, в общем, в 30 с чем-то вы становитесь гражданином, и тогда вам уже можно жениться. А в идеале надо жениться во время акме. Да. Получается, что, кстати, уже в свои 14 лет было невозможно? Ну, я думаю, что вы знаете девочек, которые в 14 лет уже бывают невозможными. Для них даже специальное название есть. Что? Нет, ну что же. Хорошо, давайте дальше. Женщины после зачатия не только носят это время с отягощением для себя и с опасностью для жизни, уделяя ребенку пищу, которую сама питается, но и по окончании ношения с большим страданием, родив ребенка, кормят его и заботятся о нем. Хотя еще не видала от него никакого добра. Да. Значит, смотрите, два замечания. Первое. Мать, конечно, делает больше для ребенка, чем отец. Отец самоустраняется. Второе. Мать делает это многое для ребенка с целью, а отец без. Она делает все это, хотя не видала от него еще никакого добра. Следовательно, на что она рассчитывает? На муку. Да, она рассчитывает на то, что от ребенка будет добро. Отец не рассчитывает ни на что. В смысле, у него нет никакой мотивации. Смотрите, отец не делает для ребенка многого и ни на что от ребенка не рассчитывает. В этом смысле мы можем сказать, что отец и мать имеют не только разные роли, но и разный вес в смысле благодарности ребенка. Так как отец и мать делают разное, отцу и матери дети должны разное. Благодарность – это справедливость. Значит, вы должны вернуть примерно столько же, сколько получили. Но если от отца вы получаете одно, от матери вы получаете совершенно другое. Где мы увидим эту разницу? Ну, естественно, в облаках. Помните, чем заканчиваются облака? Когда Фидипид объявляет Стрипсиаду о том, что он должен начать делать для него то же самое, что Стрипсиад делал для него в детстве. Что это? Кто помнит? Это побои. Отец бил его, любя. И, наконец-то, Фидипид может бить отца, любя. Но когда речь заходит о матери, о чем идет речь? Что должен вернуть Фидипид своей матери? Вы не помните, да? Представьте ситуацию. Мать и отец в одной квартире. Вы сделали что-то не так. Отец вас ударил. Вы плачете, вы рыдаете. Куда вы бежите? Отлично. Что она делает? Целует. Отлично. Вы должны взаиматься? Да. Да. Именно на этом моменте Стрипсиад ломается и говорит, нет, все, я больше не буду тебя слушать. И говорит, что школу Сократа надо уничтожить. То есть до этого момента он говорит, я понял, что ты умнее, я подчиняюсь. А потом, когда речь заходит, то есть когда речь заходит об отцеубийстве, он нормально. Но как только речь заходит об инцесте, он говорит, нет, все, я не могу. И комедия заканчивается. Хорошо. Давайте дальше. Хотя ребенок не осознает, от кого он получает добро, не может выразить свои нужды, но она сама старается удовлетворять его желанием. Долгое время она кормит его и днем, и ночью. Вся труды и не зная, какую получит за это благодарность. Но недостаточно только выкремить детей. Когда родители находят, что дети уже в состоянии чему-нибудь учиться, они сообщают им сведения полезные в жизни, какие у них самих есть. Достаточно. Смотрите, порядок простой. Отец, мать, родители. Это во многом разные сущности, но в некоторых моментах они объединяются. Это самих есть. А если чему, думают они, другой более способен научить детей, то посылают их к нему, не щадя расходов, всячески заботятся, чтобы детей не пришли как можно лучшие люди. Как можно лучшие люди. Понятно почему, да? Чем лучше ваш сын, тем он успешнее и слэш богаче. Чем он успешнее и слэш богаче, тем больше шанс, что он вернет вам то, что вы в него вложили. Мы помним, что родительская любовь, а, вы не помните, я помню, что родительская любовь это в первую очередь любовь своего. Родители не любят всех детей, родители любят своих детей. И в этом смысле патриотизм и любовь к ребенку, естественно, на что расчет? Ровно на то же, на что и до этого. Рождение ребенка происходит по той же самой причине, по которой вы устраиваетесь на работу. Вера в космическую справедливость. Сегодня вы будете страдать, вас будет тошнить у туалета, 9 месяцев вы будете таскать непонятно что в себе. Потом с трудом это вытолкните, потом будете еще 20 лет ждать, пока оно вырастет. Но в итоге, спустя 20 лет, оно, конечно, будет хорошим, замечательным, успешным, и будет вас содержать. Да. Вы, собственно, начинаете, у него есть материнка, которая готова к пробежению проработать среди детей. Конечно, конечно. Ну да, да, потом еще больше. Нет, так это та же с... Та же самая Вера, конечно. Ну а жалко, кстати, вкладывается. Нет, нет, нет. Говорят обратное. Говорят обратное. Да, да. Да, именно поэтому всякие, скажем, ранние смерти и выкидыши воспринимаются так тяжело. В смысле, вы приложили огромное количество усилий, вы сделали, но не получилось. Конечно. То есть, смотрите, это обрушение принципа космической справедливости прямо у вас на глазах. Поэтому ранняя смерть детей наносит такой серьезный удар по семье. Да. Но забота о потомстве, это же как бы заложено в нас? Это нечто естественное? Заметьте, если это нечто естественное, о какой благодарности может идти речь? Любое. Да, именно поэтому Сократ... Будьте здоровы. Именно поэтому Сократ ничего об этом не говорит. Нужно наоборот говорить, что мы заботимся о детях не потому, что как бы действуем как биологические роботы, а потому что мы знаем, что... Еще лучше. Мы производим детей не потому, что действуем как биологические роботы, как все остальные животные, а потому что это сознательное, что-то возьми, решение. Хорошо. Давайте, если у вас нет, давайте. Нет, ну... У секта. У Жени. Женечка пришел, наоборот, страдать. Ну, я не... Конечно. Я вынужден страдать, чтобы что-то... Что, подновать тебе нравится? Да, но страдать мне не нравится. Может быть, это очень понятие, но не моей головой я бы согласился. Несомненно. Нет, вы не сможете страдать, что-то... Хорошо. И вы там микрофон бросили в конце, да? Хорошо. Хорошо. Отбит на это молодой человек сказал. Ходин и сделал все это и другое во много раз больше. О, а мы должны остановиться уже. Да, давайте на этом... На реакцию вам прокла, которую мы не дочитали, мы остановимся и в следующий раз постараемся. Если у вас какие-то вопросы, в самый конец, да. Да, но это такое, что я просто неинтересно важен. Значит, я был поставлен в тупик вашим вопросом про мое мнение в прошлый раз. Давайте я буду поставлен в тупик еще раз. В прошлый раз вы мне ничего не ответили. Да, да, давайте я попытаюсь. Я подумал над этим, да? Вот этим курсом и предыдущим курсом, и предпредыдущим курсом, и всеми последующими я и пытаюсь выразить свое отношение к Сократу. Хорошо, у вас какой-то вопрос? Да, и еще вопрос. Вот как вы думаете, эта мать, которая, ну, известная в истории примера, то есть мать серийного убийцы, но я и думаю, как она его покрывает. Да, да, да. То есть она, даже если это религиозная женщина, зная, что она еще больше усугубляет ситуацию, и она, возможно, попадет в ад, если она религиозная, и идет против общества, в котором она живет. Как вы думаете, ее вот это проявление, это естественное проявление, нежели вот позиция Сократа? Нет, смотрите, с точки зрения того, что вы говорите, это полностью укладывается в позицию Сократа. Каждый любит свое. Она не любит какого-то ребенка, она любит своего. И в этом смысле, почему она не хочет, чтобы он, например, попал в тюрьму, или был убит в результате каких-то там, либо по закону, либо в ходе задержания, либо еще какие-то моменты. Все очень просто. А где тогда годы ее труда? Вот если сейчас она его укроет, вполне есть шанс, что он каким-то образом избежит наказания. Или, по крайней мере, он избегает его прямо сейчас. А это значит, что есть шанс, что когда он его избежит, ей воздастся. Кому же, даже убиваю, он же все-таки остается ее сыном. Конечно. Нет, то есть к нему, к сыну вообще нет никаких претензий. Да. Вы говорите, что она любит его, потому что это ей. Да, да, да. И второй момент. Потому что она рассчитывает на космическую справедливость. Да, но вот как раз мне кажется, жизнь, то есть эта космическая справедливость показала ей, что он порочит ее. Нет, это хорошее замечание, но есть решающий момент. Пока он жив, всегда есть шанс, что космическая справедливость вернется к ней. То есть она рассчитывает, что он исправит. Да, конечно, любая мать рассчитывает, что ее ребенок исправится. Или если это прям совсем адская мать из ада, то она рассчитывает, что он станет успешным в том, что делает. И ей вернулся ее вложение. Потому что если бы космической справедливости не было, тогда она первая должна была бы его сдать. Это опасный индивид, находящийся рядом с ней в одной комнате. Что должен сделать законопослушный человек, когда с ним рядом оказывается преступник, да еще и опасный. Хорошо, еще какие-нибудь вопросы или отпустите уже вас? Продолжение следует...